На календаре 21 октября. 21 октября 1900 года Самарская газета опубликовала заметку о готовившемся на тот момент проекте освещения железнодорожной станции губернской столицы. Машину для освещения предложено поставить при депо. Освещаться электричеством будут кроме вокзала еще некоторые здания и станционные пути. По расчетам выходит, что устройство собственного электросвещения обойдется значительно дешевле, чем пользование городским, сообщалось на страницах газеты. 21 октября 1919 года на территории Самарской губернии было объявлено военное положение. Грабители, воры и злоумышленники должны в целях непосредственной расправы беспощадно расстреливаться на месте преступления, сообщалось в совместном постановлении РФН Совета фронта и Самарского губисполкома. Военное положение в губернии отменили только в начале 20-х годов минувшего столетия. В народном календаре сегодня день Пелагеи и Трифона. На Руси в эту пору приближение зимы становилось все более ощутимым. Хозяйки доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. Помимо этого, рачительные хозяева в день Пелагеи и Трифона опускали на дно рек бочки, засоленными на зиму огурцами и капустой, чтобы запасы сохранялись словно в холодильнике. И зимой на крестьянском столе появлялись вкуснейшие разносолы. Это все, что мы успели вам рассказать о 21-м дне октября. Прекрасного вам настроения и успехов в делах!